Нинецкая телерадиообещательная компания подводит итоги акции «Мы идем на встречу с памятью». Она объединила школьников, предпринимателей и региональный молодежный центр. Благодаря совместным усилиям было обновлено более 150 портретов ветеранов и тружеников тыла. 9 мая их пронесут по улицам Наринмара и в населенных пунктах в рядах Всероссийского шествия «Бессмертный полк». Да, 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 Болотов. Алексей Болотов – один из последних участников добровольческой акции «Мы идем на встречу с памятью». Говорит, когда узнал о том, что можно бесплатно отреставрировать и распечатать фотографию фронтовика, сразу обратился к организаторам. Теперь фотография деда Болотова Степана Дмитриевича будет красоваться в рядах «Бессмертного полка». Про эту акцию я услышал по радио и откликнулся. Мне было очень приятно, что качество, которое сейчас я увидел, мне очень удовлетворяет. Спасибо большое. Над качеством фотографии работали графические редакторы телекомпании. Затем цифровой снимок отправлялся в один из печатных центров. Помочь родственникам фронтовиков пожелали сразу несколько частных фирм. Первое рекламное агентство «Красный город» и сеть магазинов «София». «Память отцов и дедов надо хранить вечно. Потому что мой дед погиб на Великую Честную войну. Много знакомых погибли. Много наших советских солдат сложили голову, чтобы нам жилось очень хорошо. И не было никакой больше войны». «Ну-ка, подержи, я посмотрю. Вот, молодец». Заключительную работу по подготовке портретов к участию во Всероссийском шествии «Бессмертный полк» проводили школьники. Учащиеся 1-й и 3-й школ города своими руками мастерили штендеры. Удобная деревянная конструкция сделана вручную под наблюдением опытного мастера Александра Ковалёва. «Мы изготовляем сначала бруски. Вот мы на предыдущем занятии строгали цилиндрические заготовки. Потом расторцовка идёт по размерам. Там размеры указаны в чертежах. И вот пилим фанеру и скрепляем черенок как бы и основа». За несколько дней ребята смастерили 70 штендеров, которые также бесплатно получат родственники фронтовиков и труженьков тыла. «Очень приятно отметить, что к нам в телекомпанию приходили как люди высокого возраста, так и совсем юные жители Наринмара, которые хотят принять участие в торжественном шествии. Я думаю, что такая добрая инициатива, она обязательно на следующий год снова найдёт продолжение». Итогом добровольческой акции стали более 450 обновлённых портретов фронтовиков. 300 из них изготовлены под началом молодёжного центра. 150 – при участии Ненецкой телерадио-овещательной компании и предпринимателей. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».